Всем привет, ребята! Сегодня ко мне пришла очередная посылочка из нашего любимого Китая. Здесь у нас очки. Очки стоят что-то около 80 рублей. Я их заказывал из чистого интереса, можно сказать. Носить я их, естественно, не собираюсь, потому что такие очки вредны для здоровья. Из такого вот низкого качества материала. Ничем они от солнца не защитят, только сделают хуже вашим глазам. Ну давайте вскроем ее, посмотрим вообще, что можно сделать за 80 рублей. Упакованы они не совсем как-то аккуратно. Они тут вот прощупываются хорошо. В принципе, они могут быть поломаны, я этого не исключаю. Давайте посмотрим. На самом деле очки смотрелись неплохо на странице продавца. Так, вот они, наши очки. Вроде бы целые. Смотрятся неплохо довольно. Спортивные такие очки. Вот здесь в пакетиках они, дужки. Также здесь есть даже бирка какая-то фирменная. Видать, какие-то крутые фирмы в Китае. Даже здесь наклеечки есть. И типа они противоударные, наверное, какие-то защищенные. Давайте снимем сейчас эту бирку. Посмотрим вообще, что они из себя представляют. Ну вот такие вот очки. Такие спортивные. Здесь вот я уже вижу такой косяк. Здесь щель. То есть, некачественно собрали здесь. С этой стороны такой щели нет. Видим, да? Уже это большой жирный минус. Я не знаю, может быть, даже следует. И вот она не перемещается, вот это стекло, чтобы закрыть эту щель. То есть, в принципе, я могу даже открыть диспут. Показать продавцу, в чем дело. И вот здесь также видим щель небольшую. С этой стороны такого нет. Вот, собственно, такие очки. Оправа полностью пластиковая. Сделаны они якобы под спорт. Вообще было написано, что это велосипедные очки. Здесь название фирмы, производителя. Здесь не совсем понятно, что написано на китайском или на чем. Ну вот, собственно, такие очки. Наверное, буду писать претензию, чтобы мне вернули деньги. Потому что это, я считаю, брак. Жесткий брак. Так, сделано. А, вот все, я их высунул. Сейчас попробую закрепить получше. А, нет, вот все, ребят, наверное, готово. Потому что сейчас здесь щели нет. Но, правда, здесь осталось еще небольшое отверстие. Здесь нет. Только давайте попробуем это. Здесь не вытаскивается это стекло. Ну, это не стекло. Это, наверное, какой-то пластик. Ну-ка, сейчас попробую ходить. Рассказать вообще впечатления своих. Так. Ну и что можно сказать, ребят? Я их сейчас одел. Они довольно-таки тяжелые. На глазах они сидят как-то не совсем легко. Сильно прижимаются к ушам. Стекла. Стекла затемняют. Тоже сильно, довольно сильно затемняют. Они полностью вот такие черные, тонированные. Ну вот, в принципе, такие очечки за 80 рублей. Не знаю, что с ними дальше делать. Написать диспут или нет. Собственно, могу ли я вам их рекомендовать? Наверное, рекомендовать я их не буду вам. Потому что это все-таки не совсем полезно для ваших глаз. Но на вид, в принципе, они смотрятся достаточно неплохо. Есть разные цвета. Различные цвета. Также стекол присутствуют. Я взял полностью черный вариант. И, в принципе, что они доехали целые, невредимые. Это уже плюс, я считаю. Вот такие вот у нас очечки. И, в принципе, я думаю, они подойдут большинству людей. Они легко налазают. Но, повторяюсь, не очень удобно сидят. Так как они сильно прижимаются к вашим вот этим над ушами, вот этой части головы. Сильно прижимают и некомфортно как бы. А так, в принципе, сидят нормально. Ну вот, собственно говоря, такая была посылочка у нас сегодня из Китая. С вот такими вот очками. Советую вам покупать очки все-таки в более известных магазинах, в более известных фирмах. А с вами был Дима. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем добра и позитива.